Вы, будучи утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, возрастаете в Святой Храм Господа. Это основание Церкви. Нет Писания – нет Церкви. Практика, которая противоречит учению Божьего Слова, не может быть Церкви. Написано, что Церковь – это столб и утверждение истины. Церковь – это место, где Бог говорит через Писание. Церковь – это место, где мы проповедуем Слово Божье, Его Евангелие, Его Сын и Его Воле. Поэтому, когда мы смотрим на одну из главных тем Писания – это оправдание, то есть одно место, очень интересное, оно записано в Евангелии от Матфея, 19 глава, 16 стиха. Тут написано так. «И вот некто, подойдя, сказал Ему, учитель благой, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он же сказал Ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только Бог один. Если же хочешь войти в жизнь вечную и соблюди заповедь, говорить Ему, какие? Иисус сказал, не убивай, не прелюбодейся, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит Ему, «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне». До сего места, братья и сестры. Когда Христос проповедовал Божье Слово, Он проповедовал в Израиле, где религия, в принципе, правила всем. Где люди воспитывались в учении Божьего Слова, в учении Тора. То есть, они знали закон, они знали пророков, они знали и изучали с детства книги Священного Писания. И приходит юноша ко Христу, к Учителю, к тому, кто проповедует Божье Слово и говорит, что мне сделать, чтобы иметь жизнь вечную. Это понятный и самый важный вопрос для человека, потому что многие люди задаются этим вопросом с самого детства. У меня был такой страх в детстве. Я все время думал, как это, я умру, а они будут жить без меня. Ничего себе! Откуда такая несправедливость? Это по-настоящему меня пугало. Я думаю, не я один такой, потому что многие улыбаются. Потому что знают, что это было в детстве. Это обычный страх, который приходит во душу человека. Когда он понимает конечный результат нашего земного бытия. Это правильный и логичный вопрос, который возникает в душе грешника, когда мы понимаем, что все придет к концу. Я помню, я зарывался под едеало. У меня в голове была картинка, пышные похороны. И я не мог смириться с мыслью. Это что, логика жизни? Это было в детстве, еще в школу. Это логика жизни? Это я пришел в этот мир для того, чтобы все закончилось так печально? Поэтому он не будет жить без меня. Ну, как так? И этот юноша, который приходит ко Христу, он задает действительно самый важный вопрос временного человека. Потому что мы понимаем, что у нас есть начало и есть конец. Особенно это понимают люди пожилые. Когда мы были в семинарии, Максим Александрович сказал такую простую истину. Когда он пришел к пастырю, когда он умирал, старый пастырь. И тот ему сказал, ты знаешь, Максим, когда я смотрю на вот это все, какая это ерунда? Это слова человека, который стоит на пороге вечности. Которого жизнь закончится не сегодня, а завтра. Он говорит, какая это ерунда? Все эти склоки, все эти сплетни, вся эта суета, все эти заботы. Какая это ерунда? Поэтому юноша, наученный Божьему Слову и наученный тому, что Бог вечный и Бог творец, и Бог создал нас для вечности, он приходит ко Христу с абсолютно правильным и логичным вопросом. Он, по сути, в душе задается тем же вопросом, что каждый из нас. Неужели в этом логика жизни? Неужели можно махнуть рукой и сказать, два куба сверху, и все? Неужели все так просто? И он приходит с правильным вопросом и в правильное место. Он приходит к тому, кто проповедует, к тому, кто учит, к тому, кто знает ответы на все вопросы. Он приходит туда, где можно получить ответ на самые важные и сокровенные запросы души. Он приходит к тому, кто знает все. Все. Потому что Христос, обладая божественной природой, знает все. Все ответы на все вопросы. Но, как он задает вопрос, что еще? Во-первых, подразумевается, что он уже много лет сделал. Во-вторых, подразумевается то, что все равно покою нет. А в-третьих, подразумевается, что он задает вопрос, что я должен сделать. Он задает правильный вопрос, но неправильный ему задает. Он говорит, что я должен сделать еще доброго. Я уже немало много доброго сделал, но вот еще мне чего-то не хватает, и ты, учитель, скажи, что мне еще доброго сделать, чтобы лететь в вечность. Смотрите, что происходит. Христос дает точный ответ на точный вопрос. Он говорит, что тебе сделать? Исполни закон. Он говорит о законе Всевышнего Бога, о том законе, который Господь дал в книге Исход и в книге Второзакония. Он затрагивает вторую часть закона, которая касается ближнего. Поэтому он так и говорит, возлюби ближнего, не уже свидетельствуй. Написано так, почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произнеси ложного свидетельства на ближнего твоего, не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, не раба его, не рабыни его, не вола его, не осла его, ничего, что у ближнего твоего. Мы раз с Анатолием Николаевичем, когда был в Магере, собралась молодежь, и мы, читая закон, я в конце читаю, не желай дома, не желай жены, дальше читаю, не желай машины, не желай телефона, они так на них смотрят, неужели это там написано? Именно так, я говорю, суть остается та же, вещи поменялись, зачем вам вул или осел? У вас другие вещи, я для вас и читаю, чтобы вам было понятно, о чем говорит Господь, чтобы вам было понятно, что требует Бог от вас, чтобы вам было понятно, что такое святость Всевышнего Бога, абсолютная святость. И Христос, отвечая на вопрос юноши, Он отвечает правильно, что ты должен сделать? Ты должен исполнить все заповеди непогрешимые. По сути, Христос говорит, что каждый человек находится под законом, потому что поскольку Бог дал нам жизнь и дыхание, и все, поскольку по воле Его мы живем и движемся и существуем, и Он есть Творец всего и податель жизни, то наша прямая обязанность подчиниться Его закону. Наша прямая обязанность – все, что Бог заложил в наше послушание, исполнил. Поэтому Христос отвечает мне – соблюди заповеди. Ответ юноши. Все это соблю я от юности, с детства. Почему так происходит? Часто люди себя ограждают внешним послушанием. Вы слышали эту фразу не раз «Я не в бою, не в краю». Это такая самоправильная защита – защита от атаки. Потому что когда мы проповедуем учения Библии, мы подразумеваем, что нет человека, который не грешил. Мы подразумеваем, что апостол Павел в Римлян он говорит, что все согрешили и лишены Божьей славы. Поэтому эти люди, а тем более евреи, которые научены с детства, они до мелочей соблюдали закон. Он не был прелюбоденен. Он не был вором. Он, может, любил отца и мать. Но суть в чем? Христос уничтожает вот эту внешнюю праведность, вот это внешнее послушание. Какими словами? Он, когда проповедует фарисеям, он говорит, закон говорит не прелюбодействуй, а я тебе говорю, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Закон говорит, не убей, а я тебе говорю, что всякий, гневающийся на брата своего напрасный, есть кто? Человека убийств. По сути, Христос говорит, что грех не снаружи, грех внутри. По сути, Господь говорит, что мы все поражены грехом. Он учит тому, что нет ни одного человека, который мог бы исполнить закон. И поэтому на ответ юноше есть учение, есть учение в Библии, которое говорит о полной испорченности человека, о полной. Кто почитал отца и мать? Кто был послушен с самого отец? Кто не огрызался? Кто не огорчал? Кто не имел вожделения? Кто не крал? Кто? Кто не желал? Есть такие люди вообще? Закон свят и заповедь праведна и свята и добра. И заповедь показывает, что Бог требует от нас абсолютной святости. Поэтому, когда юноша задает этот вопрос, он получает прямой ответ, но он ограждает себя от признания своей греховности этой внешней праведности. Он все равно цепляется за спасение делами, он цепляется за то, чтобы быть оправданным своей праведностью, но ее нет. Праведность наша, как запачканная одежда, так говорит Писание. Когда мы смотрим в закон, мы понимаем, что всякий человек лжик и грешен. Всякий. Поэтому он задает этот вопрос и Христос ему прямо отвечает. Есть другой вопрос, брат Иисус. В Евангелии есть другой вопрос. Вы помните, когда люди, слушавшие Иисуса Христа, спросили, что нам делать, чтобы творить дело Божие? Чтобы делать дело Божие? Христос отвечает, вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал. Вот Божье дело. Потому что Бог закончил этот закон Иисусом Христом. Написано, Христос Сам говорил, что я не нарушить закон пришел, а пришел его исполнить. Мы можем быть исполнителями закона только по вере. Когда мы смотрим в закон, мы видим, что нет возможности оправдаться перед Богом. Когда мы смотрим на Христа, мы понимаем, что Бог настолько милостив к нам, что Сын Божий во всему подобился людям и исполнил закон. И чем закон заканчивается? Проклят ты. Если ты не исполняешь, ты проклят. Если в твоей жизни есть грех, ты проклят ты дома. Проклят ты на поле. Проклят ты на дороге. Ты проклят. И ты проклят постоянно. Ты под проклятием закона. Именно это исполнил Христос в наше оправдание. Он исполнил закон, но был проклят. Потому что написано, проклят всяк, висящий внутри. Проклят. Проклятие закона обрушилось на Божьего Сына с целью оправдать грешников по вере. Поэтому на вопрос, что делать, чтобы творить дело Божие, Христос конкретно отвечает, вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он поставил. Чтобы вы поклонились Сыну, и в этом прославился и Отец, и Сын, и Святой Дух. Это дело Божие. Да, мы делаем, мы стараемся исполнять волю Божию, но суть в том, что оправдание юридически невозможно без веры в Божьего Сына. Потому что когда мы смотрим в закон, мы теряем всякую надежду. Когда мы смотрим на Сына, мы получаем все, полностью. Мы получаем все. И поэтому два вопроса и два ответа. И там точный ответ, и тут точный ответ. Что мне делать? Исполни закон. Но я не могу его исполнить. Тогда смотри в другую сторону. Тогда ищи другой ответ на этот вопрос. И Христос говорит, вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал. Придет момент, когда закон осудит всех. Поэтому Христос говорит, я не сужу вас. Есть на вас судья? Кто? Моисей. Что сделал Моисей? Дал закон. Дал закон. И каждый человек находится под ответственностью этого закона. Всякий, кто не покоряется Евангелию, кто не чтит Сына, тот не имеет и Отца. Поэтому дело Божие, чтобы мы веровали. И это изменяет нашу жизнь. Потому что Бог дает нам праведность. И эта праведность меняет все. Она приходит к нам в силе Святого Духа. И поэтому мы меняемся. Поэтому в нас начинаются перемены. Поэтому мы удаляемся от греха. Поэтому наш характер скверный, завистливый, наглый, прожорливый меняется в образ Божьего Сына. Бог умертвляет нас в грехе. Он убивает Духом этот грех. Этот грех умирает, и поэтому люди не могут понять, что за процесс, что происходит в сердце. Этого нельзя. Да все можно, но не нужно. Не нужно, потому что другая природа, другое сердце, другой характер. Поэтому Евангелие – это то, что стоит во главе всего. И если мы хотим делать Божье дело, вот оно. Мы должны веровать в того, кого Он послал. Мы должны видеть во Христе причину оправдания. Мы должны понимать, что я и завтра, и сейчас могу спасение потерять. Но благодаря тому, что Бог оправдывает меня таким образом, благодаря тому, что Христос ходатайствует перед Отцом, я нахожусь в состоянии спасения всегда. 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 Даже когда моя жизнь не доказывает мне это. А она не доказывает это очень часто. Слава Иисусу Христу, что Бог дал Евангелие. Делами не оправдывается перед Богом никакая плоть. В третьем римлянам написано «Закон говорит так, что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом». Закон говорит так, что всякий, кто хочет оправдаться, находит себя грешником погибшим. Кто смотрит в заповеди, тот понимает, что жизнь полна порока, греха и непослушания. Но Бог идет другим путем. Он показывает святость и дает дар праведности. Дар. Это не то, что я могу сделать. Поэтому слава Иисусу Христу, братья и все, за то, что у нас есть Евангелие. За то, что мы в церкви не потому, что мы хорошие. Не потому, что наша жизнь… Бог обычных грешников спасает. Обычных. Обычных грешников, таких же, как все остальные. Но Он спасает их через Евангелие. И благодаря этому Евангелию мы в вечном состоянии спасения. В вечном состоянии спасения. Это радость. Это то, что должно ободрять. Это то, что должно побуждать нас к поклонению и благодарности Богу. Слава Которому Отцу и Сыну и Святому Духу. Помолимся, братья и сестры. Много кто…